здравствуйте друзья сегодня вашему вниманию мы предоставляем обзор станка вертикально расточной станок 2 м 78 п модифицированный а также оператор этого станка токарь высшей категории и просто очень хороший человек сережа в общем сейчас мы с ним расскажем вам как работать на этом станке какие у него есть нюансы и что же с ним такого модифицированного произошло с 1970 года когда их первый раз выпустили может даже в 60-х выпустили честно говоря это совсем прошлый век оборудования но она полностью выполняет свои функции и за эти деньги является лучшим компромиссом погнали а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... По надежности сказать сложно, поскольку все новые станки уже идут совершенно другого чугуна, более мягкого, соответственно, и выработки уже на станине направляющих будет больше. То есть его надо будет чаще отслуживать? Ну, то есть вот сейчас вот этот станок мы капиталим первый раз за 20 лет, грубо говоря, да, то этот станок придется капиталить уже, наверное, лет через 10. А по поводу точности, сейчас он выдает номинальную точность? Ну, точность довольно-таки неплохая, можно в сотку уложиться запросто. Все, по часам все выставляется, все как бы нормально. Особых проблем нет. Спиндели инструментальные сменные, это удобно? Ну, несколько увеличивает выработку. Чтобы не терять времени при гильзовке, можно вставлять блок на этом как бы станке, сразу делать плоскости. И не терять время на установку как бы блоком на фрезерный станок. В принципе, удобно, и качество получается лучше, поскольку по осям он просто завязан, получается, блок относительно станка. Его уже никто не трогает. И как ты его загильзовал, так же ты ему делаешь и плоскость относительно выставленной постели. То есть, получается, сейчас он стоит на призме, забазирован по оси коленчатого вала? Да. Потом выставляется от плоскости разъема, соответственно, дальше. Ну, а дальше уже по часам. Да, ты вылавливаешь уже плоскость здесь, смотришь цилиндр, насколько у тебя завалилось, не завалилось. Все это выставляешь, по часам укладываешь в сотку, в принципе, да, и начинаешь работать. Ничего страшного там нет. А по скорости обработки получается как? Сколько блоков в день он может выдать при хороших руках управляющих станком? В принципе, одна восьмерка, две четверки, где-то так. То есть, все зависит от оператора, который работает, от станочника самого. Ну, то есть, точность он выдает, это достаточно, чтобы его дальше на хонинговальный переставлять без каких-либо вопросов? На хонинговку мы оставляем порядка, там, трех-пятисоток, не больше. Все. Время на хонинговке он практически не тратит. То есть, если мы гильзуем блок, ну, восьмерку часов шесть-семь, получается, да, то отхонинговать у него это все получится минут за сорок. Если изменить шпиндель на обработку плоскости, вот шпиндель стоит маленький, да, и, соответственно, можно и обрабатывать плоскостью, но для этого... Ну, просто пошло обрабатываться, и дальше уже смотрим подачу, которая нам необходима. То есть, здесь стоит инвертор уже, а подача осуществляется при помощи электромотора. В отличие от фрезеровочного станка, у него подача идет механическая, правильно? Ну, подача у него получается более электрическая. Нет, я имею в виду, на фрезерном станке, а здесь электрическая подача. Да, и ты уже можешь, не останавливая станок, выбрать подачу, которой тебе просто необходимо поменять напряжение. Ну, в принципе, видно, смотри. Уходим стол, относительно к нам остальным. Ну, и регулировка стола. Это как раз тот самый тюнинг, который здесь получилось добиться. Короче... Это отличие от старого, да? Это не отличие от старого, это, наверное, это вообще тюнинг. Или нет, или это модификация как раз этого станка? Нет. Это было? Это мы уже сами доделали. Но это тюнинг. Это как раз установленный тюнинг на этот станок. Это установка инвектора программируемого с сопротивлением, которое создает возможность делать фрезеровку поверхности блока. То есть подача стола идет не чисто электрическим нажатием кнопки с фиксированной скоростью, а ее можно регулировать. При помощи вращения, соответственно, мотора электрического, она будет менять подачу. Поскольку здесь подача одна штатная. Да, потому что подачи здесь не было. И другой просто непредусмотрен. А теперь есть. Не фрезерный станок. Это ЧПУ для бедных, да? Это ЧПУ для бедных, да. Это такой бомж-эдишен по ЧПУ станкам. Кстати, вот подача раньше была только такая. Ручная, можно было двигать блок, и не более того. Сейчас можно делать подачу уже дозированную. Итак, закрепив блок V-образный по оси, дальше идет уже выставление относительно плоскости разъема. Ну, все, здесь все по красоте показали, да, я понимаю? Что еще может этот... Простой станок. Больше он ничего не может делать. То есть он может сейчас фрезеровать благодаря небольшому тюнингу. Ну, я знаю, еще на чугунных блоках допрессовывают гильзу на нем. При помощи шпинделя, опять же. Так не делаешь? Нет, конечно. А то есть люди, которые так занимаются. Почему нет? Потому что мне очень жалко свою гайку и винт. Ну, правильно. У меня для этого есть свой тюнинг, допрессовка ручная. Какая разница, какой блок, чугунный или алюминиевый? Ну, мало ли. Нет. Гайку жалко? И гайку, и винт жалко. А поскольку я их когда-то сам делал, я прекрасно знаю, сколько труда надо, чтобы ее сделать. Ну, тогда все понятно. Ломать просто хорошую вещь ради того, чтобы добиться какой-то трехкопеечной выгоды, просто несерьезно. Согласен. Сделаешь три блока, а потом купишь новый станок. Нет? Все правильно. Вот, смотри, если говорить о том, как люди додавливают шпинделем, да, и что может быть нехорошего относительно... Вот он идет вниз, да? Да. И упал. И потом, когда он будет растачивать... Вот это уже пришло в негодность оборудование. Вот это фактически приходит в негодность. И когда ты будешь растачивать, уже работать на нем, да, он у тебя будет падать. Соответственно, чистота будет у тебя получаться та, которая тебе не нужна. Хочу обратить внимание, этот станок идет под ремонт. Он не работает сейчас. Так что это для всех тех, кто сейчас начнет бомбить по полной программе на эту тему, а то я вас знаю, ребята, я вас знаю, вы такие, вы можете. Вот. Короче, все, в принципе, показали по этому станку. Единственное, вот два инструментальных шпинделя, еще дополнительных, которые не показали. Это, соответственно, под другой диаметр цилиндра идет с резцом и под фрезеровку. Здесь точно такой же 2М78 стоит станок. 2М78П, только с 70-го года выпуска. Это еще из СССР. Завод имени Фрунзе, тот же самый. Но назывался он тогда, вот как здесь правильно написано, 2Е78П. По большому счету никакой разницы нет. Здесь вот панель электрическая примерно та же самая. Сейчас происходит достаточно объемный ремонт. Я не могу сказать, что это капитальный ремонт станка, но это идет достаточно большой ремонт. Замена винта была сделана раньше уже. Сейчас идет шабрение направляющих, шабрение станины, направляющих станины. Вот. Все это для того, чтобы станок полностью исключил ту погрешность, которая возникла в результате эксплуатации. Сейчас это все будет отмыто и собираться в обратном порядке. Также была полностью заменена электрическая часть. Пойдем вот туда вот залезай, вот туда вот назад залезай. Вот. Все советские компоненты были заменены на современные. Связано это с тем, что была достаточно большая у них уже усталость. Вот. Просто тот пластик, те изоляторы, которые там были, они уже начали банально выкрашиваться. Вся панель была собрана заново, практически полностью на современных уже автоматах, потому что советские провода и пластик, изоляция, все просто от времени приходит в достаточно такое унылое состояние, поэтому пришлось панелью заняться вплотную. Также был произведен тюнинг данного станка, установлен инвертор, который позволяет регулировать также подачу. Здесь все то же самое, как и на модернизированном станке. В принципе, практически отличий никаких нет. Здесь все более-менее то же самое, но качество исполнения, качество материалов намного выше. Сережа, скажи, а в чем вообще там отличия есть принципиальные этих двух станков? Или их вообще нет? Фактически нет. То есть, ничего принципиально нового не придумали, да? Все новое, хорошо забытое, старое. Ну, к сожалению, да. Фактически Жигули. Да, вот как правильно говорит Сережа, этот станок по большому счету является неким станочным аналогом Жигулей. То есть, для того, чтобы они хорошо ездили, нужно к ним приложить руки. В принципе, сделать это можно, но, тем не менее, периодически станок требует какого-то достаточно регулярного обслуживания. Будет ли покупаться какой-то другой станок для этих работ? Да, но не сразу. Требуются достаточно большие капиталовые вложения, чтобы этот станок сменить на более современный импортный аналог, скажем так. Зачем? Но, вот зачем? Вопрос, а зачем? Зачем? Зачем непонятно. Есть вопрос, зачем? Он всегда возникает. Казалось бы, хотелось бы сделать лучше, но зачем? Когда этот станок полностью выполняет свои функции за эти деньги. ЧПУшный станок здесь просто не пойдет. У каждого блока свои индивидуальные особенности. Написать 500 программ под разные блоки – это просто несерьезно. Абсолютно согласен, потому что смысла в этом никакого толком нету. Можно будет полуавтоматический станок впоследствии поставить, но, опять же, на данный момент станок полностью справляется. А он будет на данном этапе? Полуавтоматический, который сам будет смещение делать и протачивать. Но это не обязательно. В данный момент станок полностью выполняет свои функции. Никаких проблем с его работоспособностью не наблюдается. После того, как станок был восстановлен, как вы многие знаете, станок был сломан пополам, была заменена станина, потребовалось его, соответственно, весь отладить и привести его к надлежащему состоянию. Сейчас все направляющие находятся в допуске. Никаких проблем с работоспособностью нет. Точность он выдает номинальные, до 1 сотки. Добиться этих точностей, имея правильные руки, никаких проблем не составляет. Итак, в принципе, наверное, все про этот станок. Вот у нас их сейчас ровно два. Третий станок у нас находится в ремонте. По причине того, что на нем некоторым образом пытались додавливать гильзы, и теперь ему надо винять и винт, и гайку. А это довольно геморройно, дорого, неудобно. Но через некоторое время он тоже будет работать. Вот. Сейчас идет процесс восстановления второго станка. Загрузка в связи с весенним временем не такая большая, поэтому один станок справляется с трудом. Но, тем не менее, сейчас будет восстановлен полностью станок и придет обратно к своим заводским характеристикам, таким, каким они были в 1970 году, когда этот станок сошел с конвейера завода имени Фрунзе. Наверное, все, ребята. Если вам, в принципе, понравилась история про станочки, мы сделаем обзор большинства нашего оборудования, которое работает сейчас, и постараемся сделать так, чтобы вам было интересно. Вот. Если есть какие-то более конкретные вопросы, вы их пишите, пожалуйста, в комментариях. Мы будем продолжать снимать обзоры оборудования. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!